Всем привет на моем небольшом канале. Для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Яна и сейчас я проживаю в Санкт-Петербурге, в России, со своим супругом из Индии Халидом и маленькой дочкой Амилией. Всем привет, мой большой канал. Если вы там меня, сидят у меня с Ака, мы идем гулять. Большая ска-глотка. Ну, насчет площадки не уверена, но гулять точно идем. Как вам сегодня моя права? Ее выбрала Милюша, очень жарко в Петербурге, прям для меня это прям супер жарко. Ну да ладно, все равно хорошо, я очень люблю лето. В общем, ладно, хватит разговоров, пойдемте гулять. Так а зачем ты коляску-то берешь? Так, а можно сидеть. Я так и знала, что не просто так, она у меня попросила коляску. Я не могу перестать наслаждаться шиповником. Такие потрясающие цветы. Сегодня мы пришли в домовой. Я давно хотела сюда прийти, потому что я обожала раньше здесь что-либо покупать для дома. Вот, например, смотрите, какие бокалы продают. Тут целый набор. Помню одно время мне нравился такой дизайн. Здесь, конечно, здорово. Можно вам даже купить все по отдельным цветам и стилю. Вон, смотрите, сколько розовых кружек. Мне вот эти понравились, такого жемчужного цвета. Ну и, конечно, куда же без императорского фарфора. Какая красота! Вообще, я хотела купить деревянную салатницу, но пожалела денег. Детская коллекция тоже мне показалась милой. А Милюшка спала, а то она бы сейчас быстренько себе что-нибудь здесь выбрала. Огромное количество люстр. Ну и различных торшеров. Смотрите, какие малышки. Вообще, домовой я всегда любила за организацию пространства. Здесь можно купить просто кучу всего именно для дома, чтобы убрать весь бардак. Ну вот, смотрите, какая чудесная этажерка. И вот это мне надо для сумок. И опять же, посмотрите, вся организация пространства в доме по очень хорошим ценам. Вот такие у меня дома есть. Вообще, я хочу себе домой книжный шкаф. Мне его некуда ставить, но я очень хочу. Вот эти, как в Икеи, один в один. Я вообще себе хотела вот такую тряпочку. Одноразовую. Я знаю, что в Японии она популярная. Но ее я не взяла, потому что под нее нужно покупать отдельную швабру. Взяла себе вот таких пакетиков. И сейчас еще посмотрим, что продается. Вот это для моих родителей. Все для дачи. А дачи, посмотрите, какая красота. Наверное. Так, ладно, побежали, пока кассу тут мы не заняли. И мои покупочки. Если честно, раньше выбор в домовом был больше и интересней. А сейчас вот как-то немножко скудненько, как мне показалось. Но все равно все самое важное и нужное можно купить. И даже по доступной цене, как мне показалось. Амилюшка спит, домой не отправится. Поэтому пойдемте пить кофе. Без выпечки. А то мне там пишите, что я каждый день выпечку ем. Нет, не ем. Тут мы мчим в окей за красками. Спили Амилюшке сегодня краски в окее и кисточки. Молодец. Как красиво и целое, да? Да. Ух ты, какой цветочек ты красивый. Это калатка. Это калатка, это калатка. А это уровень моего мастерства. Гляньте, кто это такой. Амилюша, кто это? Ты узнала? Кися. Кися. Ну, конечно. Да, сама собачка. Это же видно, что это рука маэстро. Проблема человека, который любит читать. Я частенько не ухожу без книг. На самом деле мне сейчас... У меня уже сейчас нет времени читать еще одну, третью книгу. Но, тем не менее, я ее взяла и я ее почитаю попозже. Мне ее когда-то рекомендовал нутрицолог. В общем, я эту книжку получила и решила, что нужно почитать. Да. Это книжка про углеводы. Я на самом деле неплохо отношусь к углеводам, но очень многие советуют от них отказаться. Хотя, например, мой эндокринолог от углеводов не разрешает отказываться без надобности. В общем, в любом случае я взяла почитать. А еще сегодня моя лучшая подруга Оксана ездила в Выборг и сделала для нас несколько видео. Смотрим дальше. Оксана сегодня наслаждалась игрой на фортепиано. И я, кстати, тоже закончила музыкальную школу по классу фортепиано. И она сегодня вспоминала те чудесные дни, когда я играла для нее. И дальше они отправились гулять. Этот город был основан в 1293 году шведами. То, что я сегодня вижу, город, конечно, очень красивый. И прям видно пропитан историей. Мы сюда с удовольствием с Халидом приедем в ближайшее время. Город очень красивый. И я прям хочу все это увидеть своими глазами. Оксана, и снова большое тебе спасибо за эти чудесные красивые кадры. А это Выборгский замок. Единственный, кстати, в России европейского типа. Красиво, аж дух захватывает. А это девочки зашли в сувенирную лавку. Правда, очень необычный и красивый город. Я, кстати, к своему сожалению и стыду ни разу там не была. Точнее была, но проезда мы толком-то и ничего и не посмотрели. Оксана, какая молодец! Мы благодаря ней, смотрите, побывали и в магазинчике даже. В общем, это отличный исторический город, и я прям не могу дождаться поездки туда. Народу, слушайте, просто тьма. Но сегодня для Санкт-Петербурга отличная погода, и люди выбираются обычно гулять. Мы же, хитрющие, поедем туда тогда, когда будет уже холодно. И вот такой бомбический салат у меня получился на ужин. Сюда бы еще добавить сыра фета, но у меня нету. Поэтому пока будем так, а потом я пойду прогуляться и возьму фету. Ну, красотища же! Друзья, а еще я вчера получила такое количество огромной поддержки и чудесных комментариев. Конечно, были и не очень, но мы на них не обращаем внимания. Почему? Потому что все мое предыдущее видео было сделано лишь для одного. Чтобы напомнить всем, кто проходит путь, который прохожу и я. Это восстановление, это сброс веса, это изменение своей жизни в лучшую сторону. Напомнить всем нам о том, что все у нас будет хорошо. Все у нас с вами получится. Никогда не сомневайтесь в этом. И огромное спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось мое сегодня вот такое небольшое видео. Ставьте лайки, если да. Не забывайте, пожалуйста, подписываться и комментировать. И, конечно же, до новых встреч, друзья. До завтра. Пока-пока!